всех приветствую уважаемые зрители сегодня встал с утра посмотрел небо чистое солнышко светит никаких напоминаний о вот этих вот нехороших действиях в небесах ну думаю съезжу в какое-нибудь место интересное посмотрел в интернете недалеко лежит замок такой штольбург решил съездить и думаю ну раз я еду почему бы как всегда и вам не показать решил заодно записать построенный вроде бы в десятом веке лежит на высоте примерно 370 метров выше уровня моря первое упоминание тому добычи восьмом веке вроде были первые документальные упоминания 1210 года в общем кому интересно штольбург есть есть по-русски можете написать гардс и кому интересно можете просто почитать самостоятельно что и как разобраться не это честно говоря не интересно не интересно просто чтобы что-то было красивое чтобы посмотрел глаз порадовался чтобы немножко позитивных эмоций и чтобы вы пожелали чтоб на небесах вот этого не происходило и чтобы вот эти нелюди ничего плохого не делали и в общем чтобы у них ничего не получалось потому что мы этого не хотим приятного просмотра всех приветствую еще раз приехали мы доехал я вернее мы говорю уже по привычке я доехал до этой деревни зюдхарт да по моему ну в общем стольберг тут замок сейчас я поверну и пойдем тут сзади у меня парковка кое-как нашел а почему-то него не вывел меня на парковку этот навигатор ладно это не важно и так хороший дедушка мне попался так все четко объяснил я все в другую сторону поехал в результате в общем объяснил говорит езжай так так проедешь такие ворота горит ну вот они я уже было опечалился думал не найду ворот долго довольно ехал получается наверно через весь этот населенный пункт где-то я совсем с другой стороны был но все-таки доехал увидел ворота проехал и тут он мне сказал там слева увидишь парковку и парковку я нашел и тут такая башня сейчас я зайду в тенек потому что думаю против солнца будет плохо видно вот так и теперь мы покажем эту башню для начала там дальше у нас на горе находится вот этот вот замок ну я надеюсь будет съемка внутри разрешено нашел и некоторые кадры внутри но это конечно не показатель все же иногда я просто не могу найти информацию если внутри съемка часто она запрещена ну как бы видно что это все новодельное такое не знаю когда это делали а вот он вот он у нас и замок появился вот видите на горе он сейчас я туда вскарабкаюсь и конечно же я сразу хочу внутрь зайти а потом уже походить снаружи может быть поэтому населенному пункту посмотреть где что тут интересно в общем походим сейчас ну и маленький фрагментик с этой стороны все таки с этой стороны солнышко гораздо лучше все это видно и вот такая башня с воротами входа я правда не вижу туда вроде там вижу как минимум два этажа еще с чердаком такие домики и пошел я дальше не знаю что вот с камерой случилось даже включил на 60 кадров но это не помню там какие буквы ну в общем почти 4к ну вот верни городах снимал там в начале по моему 4 сюжета были качества все равно отвратительное такое впечатление что все камера устала у меня не знаю как сегодня будет записывать но дома вот практически видите как стоят интересно прям я так понимаю там окна где-то внизу ладно с той стороны ниже как бы понятно а нет у к нету просто все забетонировано видать чтобы вода чтобы дом стены не мог ли интересно конечно и вот тут все так внизу расположено вот сама сам населенный пункт вот этот как он идет хардс да по моему называется я читал ну как бы искал адрес думаю чтоб не ошибиться не уехать потому что автомобиль стоит какой-то загнали интересно но бывает так что населенные пункты называются одинаково очень часто и можно совсем куда-нибудь не туда уехать был у меня такой случай хорошо как бы самом начале знаю куда ехать примерно поехал еду чуть не в ту сторону еду как бы понимаю что не в ту сторону и загоглил посмотрел оказывается есть еще такое название мне совсем другой такой же населенный пункт в общем там надо хотя бы индекс забить тогда уже более-менее нормально ну я уже довольно высоко поднялся но я надеюсь еще пройдусь по населенному пункту так пошли дальше как мне нравится это фраза в такие дни с классического фильма всем знакомого эта фраза лепота ну в общем вот так он населенный пункт туда идет по ущелью туда в общем я далеко довольно ехал даже не знаю до края в общем то я не доехал но скажу вам честно вроде дорога такая пологая уже подустал честно говоря но красиво солнце светит не небо нормальное голубое представляете нету вот этой вот пакости от нелюдей которые не могут творить ничего кроме пакости но об этом сегодня не об этом речь я смотрел там фотографии есть очень много красивых фотографий возможно вот как раз сегодня что-нибудь и увидим стиле барокко ну вот я вскарабкался наверно потом когда выйду пойду по этой дорожке тут такие дороги я вам скажу просто вы и он тут поехал по верху вон бусик так думаю чем ко мне жмется оказывается ему надо вот на эту вот слева вот дорожку тут завернуть то есть ему надо было сильно вправо принятия как раз там потом сюда вывернуть такие узенькие дорожки ну что сказать тут конечно все новенькое как мы видим что увидим старенького не знаю посмотрим там по фотографиям и смотрел и мушкет есть и даже какие-то доспехи есть но в общем болен что идея был там конечно все очень скудно почти ничего нету как я говорил такое чувство что все растащили ну тут опять вот леса реставрация все таки идет ну надеюсь он открытый по крайней мере как гогли мне сообщил он открытый сейчас мы в этом убедимся представляю если закрыты но ничего страшно по населенному пункту похожу поснимаю конечно это будет печалька но как говорится что имеем то имеем ворота железные возможно но похоже тут другие ворота были он вижу еще одни выше навесы висят более мощные значит ворота уже наводельные тут камень такой слоеный она тут в общем то поснимать нечего пока разве что пейзаж сверху вот так показать насколько это прикольно тут все смотрится ну красиво пойдем дальше тут окна штукатурят большие окна наверное метра по три окна представляете их заложили и сейчас как раз штукатурят не вход вообще что такое впечатление что я даже туда и не попаду ну надеюсь я ошибаюсь это очень печально мы тут все из кирпича он тоже уже свеженькими оплата в этом внизу старые будет можно вот тут такая вот будочка для кого-то интересненькая прикольно окна правда сейчас грязные не видно что там тут наверно охранник сидел тут двери огромные видать водку а там я вижу бетон вопрос какой бетон каких времен это все дело но видно очень хорошо очевидно что бетон тут двери просто фанерой закрыты и так маленький обзорчик двора какая-то какое-то углубление пленкой что тут бассейн что лечу такое впечатление как будто бассейн ну опять вот видите ограждение ну в принципе тут близко особо смотреть ты ничего башня ну вид у него такое уже как бы все вот это под современное заштукатурили все окна такие прямоугольные и как бы вид такой уже совсем невзрачный но фотографии внутри были очень прикольные очень прикольные были поэтому надеюсь мы попадем и съемка будет внутри с такой лепниной каким-то гербом наверху похоже линь там и что-то вроде вазы это центральная входная дверь герб буквы буквы я не пойму чё-то цель и наоборот и получается это х и короче надо посмотреть будет внимательней сразу даже и не разберешь чё к чему и принципе вот тут слева еще одна дверь такая как была и справа не тоже там улень сразу так скажем прихожка такой прикольный потолок сводчатый большими такими углами четыре стороны лестница наверх двери направо и налево и там какая-то ниша сейчас стоит это какой-то знак такой щит да сейчас иду искать кассу следующая дверь сразу налево тут стрелочка внизу принципе вот двери слева которая показывал с улицы выглядывают и так тут справа конец утрит это значит не для нас нет ухода и идем дальше не знаю где тут касса понятия не имею но точно я находил что вход платный поэтому где-то касса должна быть ну внутри как вы видите все заштукатурено подбелено как-то так что-то странно обычно касса на входе я уже прошел он сколько и кассу не могу найти иду иду куда иду понятия не имею и уперся в лифт так надо у кого-то по моему спросить по моему самый простой вариант это буду сейчас блуждать пока я не нашел у кого спросить решил пойти по ступенькам все-таки это куда интереснее чем на лифту ехать согласитесь со мной я думаю каждый согласится в общем тут явно что-то было слева от меня вот и что-то совсем отвалилась развалилась что-то как-то непонятно тоже как будто тоже что-то там должно быть вроде как бы окно такое огромное да тут вопрос конечно что тут более старое тут вот такое но я думаю это литье скорее всего очень гладкая все что нижние что верхнюю вазы правда похоже были то ли крашеные то ли билины ну пошел в следующую комнату короче я зашел а куда идти не знаю ни стрелок ничего тут стоит что как бы пожарный выход в эту дверь занырнул длинный коридор длинный коридор что самое интересное я кассу до сих пор не нашел представляете что это такое я прям мечтаю заплатить чтобы людям было на что реставрировать и не могу найти вот такой длиннюю коридоры тут комнаты справа сейчас я по комнатам пойду но тут знаете сколько я замка уже пересмотрел тут по крайней мере есть коридор хотя комнаты как вы видите они тоже все проходные тут рояль такой старинники наверно стоит не знаю и в общем то коридор присутствует представляете тут какой-то зал потолки красивая лепнина такие головы там лица довольно прикольно я вам скажу и тут такой вот подстамент мне пока непонятно с лазой для чего он опять буквы с чего а это наводил ребята я поближе посмотрел блин это ну галимая жесть реально жесть металлическая а вот я сегодня один я вот так всех нормально поприветствую и тут покажу вам небольшого орла красивое зеркало на стульях орлы на всех вот по краю стоят вид конечно тут наверное я думаю очень шикарный но тут как раз вот на эту деревню сейчас другое выгляну ну да вот туда я хочу еще пробежаться после этого замка по ущелью так уходит туда я довольно долго ехал не знаю куда он уходит еще налево немного уходит куда-то вверх вон двери прикольно сделано это вверх 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 не должен хорошо читать так тут что у нас интересненько ну не могу сказать по моему металл это новодел но это надо будет илье посмотреть потом так как он сегодня не смог со мной поехать пускай смотрит может быть какие-то вещи его заинтересуют и будет вырезать вещи такие я представляю сколько на сегодняшний день стоят честно говоря одного такого заказа выполнить это будет очень даже неплохо двери в принципе двери в принципе они похожи просто там покрасили тут не покрашены и гербы на дверях я уже не буду повторяться точно такие же так по поводу вот немцы тут ходили два пожилых я у них спросил насчет кассы говорят там просто шпенды в общем туда закинуть и все но это на выходе можно сделать так тут пряжки какие-то так а почему где вот так вижу стекло отражает ну стекло значит это не очень древнее кружки кубки тут тоже у нас стекло стекло внизу какой-то у нас крестик неизвестно из чего сделанный но похоже металл вот у нас кувшин графин и кубок не последняя у нас ширма так я уже запутался какую я показывал хренит представляете тут их много ну в общем стекло я наверно не буду показывать потому что вот допустим часы жаль нету вот таблички посмотреть бы мне интересно было каким годом часы датируются но вы же понимаете если я находил я сейчас не помню 16 век что ли ну часы делать я понимаю какие там детали я разбирала даже когда-то в советское время что-то где-то иногда ручные часы ремонтировал это было очень сложно вам скажу ну там простые вещи что-то какую-то детальку поменять по моему делал уже точно не помню но и без вот этого глаза для часовщиков увеличительное стекло там вообще проблематично что-то сделать пошел а следующую комнату тут у нас камин что-то ну в принципе да камин потолок лепнина так сейчас посмотрим что тут у нас выставлено справа тут кто-то компьютер стоит кто-то сидит похоже должен зеркало тоже огромное окна огромный интересно тут раньше одно это окно было в смысле вот тут или изначально сразу два интересный вопрос там такое орел шикарный ну тут в принципе я вижу что это не старинные вещи как бы да не старенькие но не особо хотя тут что-то написано есть какие-то красивые ну как бы видите я на глаз и определил 1900 и 914 15 и 25 вот глаз уже немножко определяет паркет скажу сразу скрипит как болит что эти тоже не слабо так но мне казалось туда когда михаил что-то говорил и и шевелился я его не слышала мне казалось что даже на камеру не будет слышно но потом когда смотрел на камеру не очень сильно почему-то странно так это лестница туда я пришел но если конечно вокруг все обойти вот мушки это вот это мне интереснее уже как бы всем думаю понятно это что за пояс верности непонятно что это такое сейчас посмотрим мушки я хочу посмотреть канал его что там у нас ух ты какая там странная вещь а я не я интересно годик посмотреть сейчас мы поищем годик хотя что то я не вижу никакой информации поэтому годик мы наверное не узнаем так тут клинки три штуки лежат такие по времен ну наверное я бы датировал наверное восемнадцатым веком да если б я датировал но я же не историк а вот в тот стол он и заглянул так мушки этики так мы их наверное вот так покажем хорошо так типа вот такие дробины туда заряжались да там порох и там у нас приклада пыш выглядывает тут у нас дробь сейчас заглянем с этой стороны так и что мы видим мы видим то же самое представляете в принципе тут и приближать не надо все и так видно сейчас посмотрю с другой стороны свет моргает почему-то так а тут то тоже что то есть тут и не вижу кто то есть потом сам посмотрю сейчас плохо видно ну и тут мерочки еще пару клинков шпоры что же замерцание на камеру идет не пойму я ухом слышу какой-то звук такой валов волнами идет возможно это на камеру влияет как бы похоже вот по звуку и по чистоте вот этого моргания было сейчас вроде перестала хотя тут она должна тоже моргать не знаю может быть на свет то камера реагирует вот скажите сколько на такой шкаф если его делать самому времени уйдет я немножко занимался резьбой честно говорю но с современными инструментами конечно побыстрее это будет но все же если очень точно делать а тут похоже все довольно очень плотно заходит все есть маленький зазор как бы опять же возможно уже за времени износилась а вот что это внизу виде ножик похоже на легиков но что это такое типа камин или как понять мне пока непонятно сейчас я посмотрю за всех сторон тут куча рисунков герба герб какой-то ну год я скажу вам интересный 1697 17 век нифига себе у меня сразу вопрос как это из металла а это а это металл по моему как это делалось сейчас я уточню металл это или нет тут ниже тысячи то тот же год да друзья это металлическая конструкция полностью из металла и как вы видите какой год ну конечно можно выливать да это реально конечно ничего не могу сказать но довольно прикольно сделано тут у нас окно с видом на этот поселочек тут у нас столик такой интересный очень довольно интересный столик резной полностью полностью вырезаны ой 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 сейчас если такой сделать сколько он стоит то будет интересно ну покажу еще медленно хотя можно будет важно откуда фотографии сделать но тут уже с лепниной не очень ту комнату кстати я потолок забыл показать сейчас покажу тут какие-то портреты висят вот вот это предыдущая комната с камином вот этим металлическим тут в принципе ничего нету тут вот какие-то бумажки старые лежат под стеклом и шкаф такой большой но резьбы мало на нем он хотел бумажки отснять честно скажу там письмом написано от руки там я блин половина букв как минимум вообще я не понимаю ну это я не знаю детали конечно вот сколько мелких деталей тут на перчатке очень много вопрос насколько хорошо это на видео видно вот это перчатка как бы попроще я честно сказать не знаю от чего вот эта перчатка может защитить судя по ее толщине ну вот только что вот от такой такого клинка а если что-то помощней то она просто по моему погнется но если конечно и тут не супер какой-то металл супер пупер блин солнце прямо сюда даже не знаю насколько хорошо видно вот мне против солнца я монитор плохо вижу тут споры булава остаток какого-то меча древнего и пару болтов болты с арбалета может отсюда показать вот так вот болты шлемы вот его бы потрогать вообще особенно вот эти перчатки которые вот с пальцами вот вот тут загибы с этой стороны а толщину вот туда если заглядываю там толщина очень тонкая и вот сюда заглядываю толщина да там она вообще тонкая ну не знаю конечно какой прочности это железо металл этот ну от чего-то серьезного удара она просто погнется ну от вот такого да клинка может защищать наверное опять же какой силы удар будет вот вот и лифт который я чуть не зашел снизу первого этажа сюда его прям вмонтировали тут книга какая-то старинная в такой упаковке мощной тумбочка полуметалл полудерево ну такая прикольная конечно ключ красивый тут у нас чернильница книги какие-то вот куда это я попал так тут цепочка у нас заграждает путь налево дороги нету только вниз так это что за камень у нас что-то твердое непонятно но закрашена таким цветом красивым поэтому непонятно так справа у нас у нас справа у нас такая да фотографии я эти видел лепнина такая мощная такое ощущение у меня вызывает что там внутри дерево а вот сверху это вот лепнину сделали но не буду утверждать хотя можно чуть-чуть пальчиком не понял честно не понял пустота там или нет или целиком это лепнина сделано так ну тут огромное окно тут у нас какая-то башенька надеюсь мы до этой башеньки дойдем так слева у нас что так я сниму отсюда хотя не стоит этого окна наверное потому что я даже не знаю попаду я туда вниз нет там Иисус какие-то два мужичка стоят тоже бородатые тоже наверное крестьяне как я я моя так тут какая-то маленькая мини трибуна и кому кто-то там сидел слева и кому-то тут вещали что-то да есть у меня сомнения что я туда попаду потому что вот отсюда я заглянул туда направо и я вижу там дверь и она закрыта закрытая дальше я правда не вижу но что-то есть сомнения что я туда попаду тут тут такие ковры интересные расписные я сначала думал это цельная просто что-то типа картины присмотрелся это ковры в общем не буду сильно зацикливаться на коврах тут их на стене много пойду вот так тут какая-то металлическая опять ваза внизу похоже печка что она тут отопить может даже две их в таком огромном коридоре я честно говоря не представляю ну в принципе вполне возможно если их хорошо кочегарить ну вот я ушел снова в этот коридорчик так двери закрыты ну конечно ручку дернуть не не составит труда закрыто в общем что закрыто наверное закрыто следующее тоже все значит закрыто можно не дергаться это к тому что значит очень много закрыто там либо пусто либо просто что-то хранится либо я не знаю чего в общем гадать можно долго и упорно лепнина лепнина красиво я не могу сказать камин края у него вообще конечно что-то что-то керамики вылита по сколам но непонятно далековато немножко не хватает моего зрения хотя вот сейчас вот так вытянул на всю руку насколько хватает но поближе получилось все равно намного так а тут ну тут как бы ничего интересного не вижу растение какие-то мышки так тут короче маленький этот птичный двор чучело ой кончилось и я так понимаю что это и так главное интересно там коридор есть а тут все комнаты проходные что там что тут двери закрыты в них ну в общем насколько я понимаю вот сюда мы никуда не попадем то помещение тоже скорее всего с той стороны никуда не попадем только вот эти две стороны и всего лишь если с этой стороны получается сколько полтора этажа то с той стороны откуда я пришел получается ну почти два но тоже не все я там показывал сейчас все пойду поищу может найду вход но что-то есть сомнения с противоположной стороны такой же камин по-моему по-моему в этом замке все все сейчас еще конечно поищу но что-то мне сдается что все нашел тут одно открытое окно и пейзажик отсюда как бы прикольный так с этой башни они вышли значит сейчас пойду искать то что я со второго этажа снимал найду вход или нет потом сюда пройдусь в общем такое впечатление что все тут я обошел в общем много чего закрыто да вот она дверь где я со второго этажа снимал нет закрыто предчувствие меня не обмануло что я туда не попаду так ну тут вроде бы все все обошел много дверей и ручек подергал очень много закрыто так пошел так где эта башня то была теперь не понял с другой стороны а где это выйти ну вот представляете вот в этой башне по-любому винтовая огромная лестница уйдет она туда туда на самый верх и она конечно же закрыта в общем туда нету прохода жаль или как у немцев говорят шады но шел выход на другую сторону там с той стороны двери были думал оттуда выход оказывается надо ниже спуститься ниже нет дороги поэтому вот тут кругами хожу так тут у нас скалы выглядывают из-под вот этого ну замком его сложно назвать даже с натяжкой как бы там дверь какая-то вижу там явно помещение еще внизу вот в эти бы помещения какие-то попасть но думаю намного интереснее было бы конечно вот видите дверь какая я вот на нее раз и она куда-то пумс и вниз пошла вот вот эти вещи очень интересные так я даже ничего не вижу отсюда куда она уходит направо получается да вот окошечко но ничего туда я не вижу сейчас я фонариком посмотрю тут у меня произошел небольшой казус я когда нажал кнопку выключить она выключилась а потом включить она не включилась а потом я выключил и в общем я запутался в общем стены очень толстые где-то близко к двум метрам и там внизу очень толстая решетка еще дополнительно подвалы реально серьезно какие-то мощняцкие стены огромные кирпичные потом я тут пошел там есть фонтан в принципе мы его сейчас увидим просто он не работает тут я видать уже вот не знал что я записываю думал что я не записываю в общем все наоборот у меня пошло когда я думал что я записываю я не записывал а когда думал что не записываю я записывал вот такая фишка произошла бывает такое очень редко но вот именно в этот случай такое произошло и вот это фонтан в данный момент не работает просто выключенный там я еще заглянул в принципе там ничего интересного не было еще одна башня уже отделана совершенно и это уже кстати надо сказать обделана уже совершенно вот современным видом сейчас я ее фотографию там момент был какой-то сейчас я ее одну фотографию добавлю а вот тут я уже по-моему начал где-то снимать сейчас да да потом я включился что я не снимаю так что-то я запутался что снимал что не снимал на второй этаж вход не наблюдается вход не наблюдается башня церкви пошел я туда в населенный пункт интересно конечно я сейчас обошел все вокруг а на второй этаж ну как бы он там есть явно там видно что ну где-то был же вход и вот даже вот на этой пристройке тоже есть второй этаж а входа нету нигде вообще нигде от слова никак и ниоткуда вот интересно конечно все вот этот коридорчик осмотрел нету нигде никакой лазейки странно так дорога у меня заняло час небольшим все-таки горы горные серпантины особо не разгонишься если бы конечно ну там магдебурга зависимости как движение ну максимум там за полчаса подъезжаешь да те же самые 50 с небольшим километров то тут больше часа сейчас мы посмотрим что там за башни вот эта башня тут все так террасами идет там ниже церковь там еще ниже дома в общем туда сейчас потихоньку спустимся ну в общем выглядит как сторожевая башня входа по-любому туда нету поэтому даже не буду пытаться туда зайти но явно гораздо позже лепилась чем этот замок тут что-то напоминает маленький клёстр какой-то церковь но как бы вижу он в камне огромные арки такие были явно две штуки рассматриваются не знаю сейчас пущусь там есть проход нету даже понятия не имею куда иду иду куда-то куда сам не знаю но в принципе куда-нибудь найду нету там прохода я уже вижу и скорее всего вот этот клёстр или что это такое наверное тоже закрыто дверца замурованная наглухо напрочь запечатанная да интуиция меня не подвела замочек и тут слоеный камень тут и какой-то красноватый песчаник и слоеный камень а тут у нас лестница и значит я тут могу дальше идти вот как прикольно там там вот этот ну как я сказал что-то не знаю что вроде как клёстр выглядит а тут внизу такая бам-бам такое что-то не знаю что для чего углубление огромное таким сочным потолком и явно камнем еще выложено там даже вроде что-то окна просматривается вверх ну куда там окно были труба какая-то там а тут у нас справа какая-то лазейка идет туда глубоко довольно высоко и вообще церковь сверху смотрелась такая маленькая сейчас покажу в общем не видно как далеко она идет вот это вот лазейка но очень глубоко я вам скажу тут огромные окна и в общем то она не такая уж и маленькая как мне казалось сверху когда вниз вышел да ё-моё она окажется огромная тут не знаю следа креста там семиэтажка шестиэтажка шестиэтажка точно но это я еще не в самом низу стою там ниже есть так ручку конечно надо же дернуть вообще не знаю вход тут есть нету где вход с какой стороны приходится все дергать а вдруг тут обалдеть вот еще один ход на что-то предчувствия мне подсказывать что ты отсюда тоже во внутреннего а там еще ниже представляете все вниз уходит так закрыта ю-моё да ладно ладно пойдут на ту сторону может там еще вход есть что это такое вроде только начал бродить недавно уже полтора часа этот брожу обалдеть как время быстро летит все очень интересно так построено тут просто пипец раз отсюда и в двор кому-то посмотрел дверь я все таки поднялся к церкви дверь дернул посмотрел там что-то с двух часов не помню до скольки в общем сейчас туда не попасть тут окна замурованные внизу с этой стороны она получается еще выше ну да если бы башня была еще с этой стороны то тут было бы совсем высоко но домики налеплены я вам скажу как это говорят кто на что гораздо был какой-то период и внизу мы видим там окна и явно там за штукатурен она там явно каменная все было сверху вот это кирпично-балочная и там то тут напротив есть совсем каменная но тоже опять же буквально два этажа сверху уже снова это кирпично-балочная но я могу сказать только прикольно я бы не сказал что это вот некрасиво то что в магдебурге каменная что остатки еще остались там многие вещи красиво но вот это деревянное еще кто-то постарался более менее сделать все остальное принципе ну так скажем не знаю как это сказать чувство такое ну как я уже сказал принципе лепил кто что на что гораздо ну все друзья я наверно дальше не пойду потому что я там ехал в принципе ничего такого ради чего там далеко идти я не видел откуда-то отсюда я приехал тут еще дорога налево уходит в общем слева ущелья туда идут дома справа вправо ущелье уходит туда дальше дома уходят но как бы я не видел что-то такое очень интересное может быть конечно то что я на дорогу в основном смотрел пошел и обратно наверно на сегодня все на обратном пути там наверно видеорегистратор включу посмотрю может быть что-то интересное попадется потом просмотрю если что ставлю хотя в принципе и сюда ехал вроде все видел но не факт в одну сторону едешь бывает одно видишь другую сторону видишь другое видишь сейчас я там где-то башеньку видел какую-то дальше так скажем не прощаюсь до автомобиля буду подходить потом скажу пока вот прикольно обратите внимание где-то под дверями окна просто выглядывают вот там вот где-то я вижу где-то такие ну решетки а окон практически не видно и там видно то кирпичное то каменное вот это вообще это если все так строили ну извините меня куда же землю девали вот и на телегах вывозили и это под практически везде видно если не так не видно то какой-нибудь люк решетка вот юма и окажется я уже заблудился я вам там показывал оттуда приехала к сцене оттуда приехал учат еду и вспоминаю я газа вот отсюда приехал где белый выскочил вот тут я мимо проезжал мимо этой башни сейчас я ее с той стороны наверно обойду потому что солнце будет в глаз ничего не видно ну дверь как бы хоп мне надо чуть-чуть присесть пригнуться смысле и тут люк какой-то закрытый и раз мы под башней прошли вот оттуда я приехал но сейчас помню смотри-ка не вроде населенный пункт не очень большой а я уже заблудился вот ё-моё вот она эта башня вот тут я мимо ее проезжал хассельфельды да значит мне вот туда надо будет ехать в сторону хассельфельды через хассельфельды я проезжал хассельфельды там есть залив я там когда-то рыбалкой занимался поэтому этот населенный пункт знаю ну принципе все дальше я не пойду оттуда я приехал принципе там вот так все однообразно узко со встречной машины приходилось от по бордюрам ездить смысле по тротуару практически хотя и тротуар там где-то просто сантиметры не тут ну тут парковка платная и кстати не видел даже может быть и тут бы припарковался тут все-таки ближе проскочила мимо но дед мне сказал поэтому я туда ехал особо по сторонам не разглядывал ну конечно вот башню я видел я не мог ее не увидеть ну а окна ну как везде принципе неважно в горах вы на горе вы или вот в таком ущелье все равно везде принципе одно и то же вот так вот так вот вот так вот 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 так тут проезд прям под домом соорудили тут ну в общем туристическая зона справа кафе слева кафе везде можно перекусить можно что-то попить а тут кто-то не заморачивался с окнами он прям туда взял и въезд сделал ну вернее не въезд может даже когда-то и въезд был сейчас просто как ворота такие наверно что-то туда отгружать может типа уголь но а так тут снизу конечно это не совсем внизу есть места и пониже вид на этот замок вот эта башня что я проходил и тут камни и так далее и так далее в общем если вы досмотрели до этого момента но надеюсь поставите лайк или хотя бы дизлайк все-таки два часа дороги даже больше и два часа тут ходил плюс еще монтаж е-мое мой такой магазинчик прикольный чучело там ну в общем ничего такого интересного особо не вижу хотя пару шлемов металлических вижу даже не пару больше только хотел во внутрь зайти посмотреть эти копья шлемы она увидела кричит кайна бильдер ё-моё что вот убудет от вас или что вам же блин можно сказать реклама бесплатная ну конечно если помня че миллионы посмах просмотров были то это реально было бы реклама вот блин и не понимая почему такая везде реакция на камеру у многих странно 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 вот сегодня вижу нормально самолет летит нормальный след небо голубое чистое вот такое оно должно быть они как вот 1 мая я вышел это что-то полина не получается ночью где-то в часа два-три по моим наблюдениям за сколько это происходит ну примерно так до 7 часов 45 часов вот это вот процесс идет такого небо превращается в такое белое в общем иду-иду оказывается я ушел гораздо дальше чем я думал вот уже подхожу к этим этой башне с воротами откуда я начинал но оказывается я довольно далеко ушел и тут как говорится хорошая мысля приходит после что-то я не подумал я же сегодня один поехал надо было велосипед багажник закинуть и можно было тут весь этот населенный пункт проехать я уже привык что мы вдвоем как бы один на велосипеде другой пешком же не будет бегать поэтому ну в общем ладно как получилось так получилось ну вот вроде я добрался до этой парковки откуда начинал у все вот теперь я могу сказать на этом пожалуй все всем удачи счастья здоровья пока ну там где-то явно река получается потому что там я видел ручье тут ручье где-то они в кучку все стекаются и получается река все хорошая погода хорошая прогулка нелегкая дорога тяжелая по буграм бегать тоже но полезно все пока а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok